В Югре сейчас тушат 8 лесных пожаров на площади, превышающей 1000 гектаров. Локализованы 5 возгораний. В тайге работают более 230 огнеборцев и 16 единиц техники. В Югре после оказания помощи коллегам из соседних регионов вернулись 44 лесных пожарных. Еще 100 приедут до 1 июня. Также из Тюмени отзывают двух югорских летчиков-наблюдателей. Угроз объектам экономики и населенным пунктам нашего округа нет. Леса постоянно патрулируют с воздуха. В том числе, отдельно отмечу, что совместными усилиями базы авиационно-наземной охраны лесов, Центроспас Югория, Главное управление МЧС России по Хантамасийскому автономному округу, администрации Кандинского района, добровольцами удалось остановить распространение огня вблизи населенного пункта «Половинка». Удаление 2 километра. Сегодня после осмотра воздушным судном будет даваться локализация с последующей ликвидацией. С приходом тепла югорчане потянулись к водоемам. И хотя купальный сезон официально не открыт, пляжи начнут работать с 15 июня, самые отчаянные пробуют температуры воды на себе уже сейчас. Это нередко приводит к трагедиям. Так, неделю назад в Нижневартовске на озере Молодежном утонул подросток. Инспекторы ГИМС призывают югорчан купаться только на специально оборудованных пляжах. Таких в этом году планируется 9. А вот за купание в неположенном месте можно получить солидный штраф. С законом Хантамансийского автономного округа и Угры об административных правонарушениях установлена административная ответственность за данные нарушения. Это за купание в местах, где стоят соответствующие запрещающие знаки, за заплыв за быки, если на пляжах это происходит. В прошлом году у нас были административные штрафы от 100 до 500 рублей, но буквально 25 июня законодательство округа изменилось и штрафы теперь составляют от 500 до 2000 рублей. Пять заявок от югорских муниципалитетов будут претендовать на федеральное финансирование. Речь о всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году Пальму первенства в округе отдали Коголыму, Нефтьюганску, Нягани, Лангипасу и Хантамансийску. В первом случае это создание от наддеревни Югорский очаг. В Нефтьюганске первый городской парк, в Нягани сквер северян Мувим-Йох, в Лангипасе благоустройство центральной городской площади, в Ханты-Мансийске, общественной территории Долина Ручьев, отметила губернатор Югры Наталья Комарова. Все пять проектов в случае победы на конкурсе планируется реализовать в будущем году. Один из ключевых показателей, способов, механизмов работы над такими проектами и это учет в конкурсных заявках мнения населения. Этот приоритет необходимо соблюдать на всех этапах реализации проекта. Напомню, уже завтра заканчивается голосование за проекты благоустройства на сайте От Югры участвует 48 проектов из 14 городов и поселков. Так, например, ханты-мансийцам предложили выбрать лучшую среди 11 локаций.